Содержание вредных веществ в воздухе во всей Грузии превосходит все допустимые нормы. Загрязнение воздуха на 80% определяется автотранспортом. В Грузии каждый год растет число автомобилей. В большинстве из них не ухожено. Топливо, которым мы пользуемся, является низкого качества. Поэтому выхлопные газы, содержащие вредные вещества, приводят к разным заболеваниям. По данным Международного центра исследования здоровья, выхлопные газы и загрязнение воздуха представляют одну из самых серьезных проблем, что, по оценкам экспертов, приводит к ранней смерти 2 миллионов людей во всем мире. Выхлопные газы в больших городах содержатся в большом количестве, и они ведут к заболеваниям дыхательных путей. Что касается бензола и свинца, это, можно сказать, при их попадании в организм, приводит к необратимым процессам. Это разного рода хронические заболевания, такие как заболевания крови, заболевания раком, болезнь головного мозга. С 2014 года техосмотр машин не является обязательным. По существующей информации, техосмотр будет введен с марта 2017 года. Эксперт по безопасности дорог Келла Квашилава считает, что техосмотр и развитие альтернативного транспорта значительно сократит загрязнение воздуха. Необходимо развитие разных видов транспортов, метро, трамвай, велосипед. Также перемещение пешком, все это должно способствовать улучшению ситуации. Вместе с тем необходим правильный менеджмент транспортных средств, их передвижение. Мониторинг воздуха в стране проводит национальное агентство. Он осуществляется в восьми городах Грузии, в Сестафоне, в Гори, в Агал-Цихе, в Зубдиде и в других. С этой целью существует три киоска и одна специальная станция. На прошлой неделе в Велисе было установлено 26 индикаторов. И через какой-то период пробы будут посланы в британскую лабораторию. Естественно, мы фиксируем те основные источники и их степень их загрязненности воздуха. Также наличие углекислого газа в воздухе, а также пыли. Хотя это может быть в два с половиной раза превышать норму. По защите атмосферной среды работает специальная служба министерства. Что касается более осязаемых результатов в отношении автотранспорта, улучшения качества топлива, мы ужесточили национальный стандарт. С 2017 года бензин станет евро пять и в дизеле сократится наличие серы. То главное, начнется государственный контроль, чтобы мы реально знали, что мы заливаем в наши автомобили. 17% заболеваемости и 19% смертности обусловлены вредным влиянием окружающей среды. Здравствуйте! В эфире Палитра ТВ. Вы смотрите теледискуссию студии Ре. Мы говорим о выхлопных газах. Мы пригласили в нашу студию для беседы на эту тему представителя городской службы Твилийской мэрии Георгия Чачанидзе, Экула Лиашвили, Грузинский альянс за безопасность дорог, Василий Урушадзе, исполнительный директор Центра экотранспорта, и Елена Гвилава, представительница Грузинского центра энергоэффективности. Мы передачу предлагаем вместе с сотрудничеством с этим центром. Господин Василий, может, мы начнем с вас. Загрязнение воздуха, о чем говорилось в сюжете, основная часть приходится на автомобили. Что приводит к выхлопным газам? Что вызывает эти выхлопные газы? Известно, что автомобиль является главным источником газов. Автотранспортные средства во всем мире потребляют наибольшее число топлива. Это проблематично в особенности в больших городах. Хотя не существует точной статистики, но где-то 71% приходят на автотранспортные средства. Хотя в Тбилиси этот процент достигает 90%, что, естественно, приводит к загрязнению атмосферы. В результате сгорания топлива выделяется углекислый газ и другие токсические вещества, и они отравляют человеческий организм. Это сказывается на здоровье и приводит к разного рода заболеваниям. Особенно среди детей. Конечно, любой автомобиль имеет выхлопную трубу, и решить эту проблему можно будет лишь в том случае, если по городу будут ходить электромобили. Но многое зависит и от состава этих выхлопных газов. Особо сложное положение, когда автомобиль не исправлен. Амортизированный мотор, происходит неполное сгорание топлива или проникновение масла в цилиндр. К сожалению, мы не сможем коснуться таких тем, как качество горючего и техосмотр. Мы хотим сфокусироваться на темы, которые может решить городское самоуправление. Что может сделать городская мерия для сокращения количества выхлопных газов? Я приветствую вас. Мерии придется провести большую работу с тем, чтобы сократилось количество выхлопных газов. Как вы знаете, 40% автомобилей и автопарк в Грузии превышает миллион машин, и 40% этих машин сконцентрированы в Тбилиси. Основная часть этих машин по возрасту превышают 20 лет, и они амортизированы. Исходя из этого, необходимо проведение работы и необходим целенаправленный план. В последнее время в Мерии разработан такой план, об этом будут говорить представители окружающей среды, необходимо быстрая реализация этого плана. Что касается ситуации в городе, что можно конкретно сделать? Неправительственная организация, наша организация, предлагает сократить число автомобилей. Техосмотр – это один из значительных факторов. Но кроме него, очень важно то, чтобы исправно работал городской транспорт. Это необходимо для улучшения ситуации. Конечно, трудно придумать что-либо новое. Необходимо учесть примеры развитых стран и обратить внимание на те направления, которые возможно урегулировать. Несколько лет назад Твилиси присоединился к проекту Евросоюза. Мы подготовили короткий сюжет о соглашении. Давайте посмотрим его. Что принесет это соглашение? Соглашение меров является инициативой Евросоюза, которая объединяет правительство вокруг одной цели – повысить энергоэффективность и использование альтернативных энергий в подконтрольных территориях. Соглашение меров заработало с 2008 года. Участники ставят целью к 2020 году сократить количество углеводородов минимум до 20%. В 2010 году к соглашению меров присоединился Твилиси. 11 марта 2011 года, то есть через год после соглашения, Твилисская мере представила Евросоюзу план энергетического действия, в соответствии с которым к 2020 году произойдет сокращение газа, эмиссии на 24%. В документе было расписано, были расписаны разные мероприятия, которые пособствуют достижению намеченной цели. Господин Георгий, соглашение меров, одна из главных целей этого соглашения является сокращение эмиссии. Какие произошли изменения? Приветствую вас, гостей нашей студии, слушатели. В 2010 году Твилиси присоединился к инициативе Евросоюза о соглашении меров. И этот процесс продолжается. В соответствии с соглашением, в 2011 году был утвержден план действия, в котором расписаны мероприятия о том, какие должны быть сделаны шаги и какие были сделаны шаги для того, чтобы достичь конечной цели. Это предполагает сокращение количества выхлопных газов в атмосферу. Документ учитывает транспортный сектор, сектор жилищ, речь идет и о свалках, мусорных свалках, и касается всех секторов, в которых происходит использование энергии. Относительно транспорта были проведены множество мероприятий, что предполагает улучшение дорог для лучшего передвижения машин, чтобы меньше выделялись выхлопные газы. Предполагается также урегулирование дорожных знаков. Это вечно обновляемый процесс. Будет продолжаться внедрение новых систем. Самое значительное то, чтобы люди проявили интерес к общественному транспорту и более активно использовали его. Для этого необходимо, чтобы общественный транспорт был бы комфортным, доступным, чтобы пользование общественным транспортом стало бы приоритетным. Мы видим, что в городе необходима смена автобусного парка. Мы обязательно поговорим на эту тему. Но до этого я хочу спросить к госпожу Елену. Ваша организация официально поддерживает этот проект? И не только в Филиси. В целом, в масштабе Грузии, какая ситуация и как выполняются обязанности, которые взяло правительство Грузии? Это инициатива Евросоюза, которая предполагает в 2020 году до 20% сократить количество выхлопных газов, в основном в городах, поскольку по инициативе Евросоюза основными потребителями энергии являются города. И они должны взять обязательства для того, чтобы мы жили бы в здоровой среде. В Грузии 13 городов уже объединены в этой программе соглашения меров. Из этих шести городах был разработан план устойчивой энергетики. Предварительным условием для этого было то, чтобы каждый город провел инвентаризацию базовых эмиссий, что дает возможность установить, какое количество СО содержится в городах в воздухе. После инвентаризации город определяет конкретные мероприятия в этом секторе. Примечательно и то, что расписана как краткосрочная стратегия в отношении транспорта, так и долгосрочная стратегия. Градкосрочная стратегия предполагает улучшение дорожной инфраструктуры, строительство новых дорог, улучшение инфраструктуры городского транспорта. В долгосрочной перспективе для некоторых городов расписана замена машин на другие машины с более низкой эмиссией. У нас сейчас время рекламы, и после рекламы мы более детально поговорим на эту тему. Мы вернулись. Говорим о выхлопных газах, содержащихся в воздухе. В первом блоке каждый из наших гостей указал на городской транспорт. Мы расспросили жителей Твилиси, насколько часто они пользуются городским транспортом, и с какими в этой связи они сталкиваются с проблемами. Посмотрим этот опрос и продолжим нашу дискуссию. Как вы думаете, насколько хорошо работает в Великой городской транспорт? Думаю, что он работает исправно. Я не встречаюсь с проблемами во время передвижения. Думаю, что не работает исправно. Время, которое указывается на баннерах, оно не соответствует движению автобусов. То же самое касается и метро. И сами автобусы тоже неисправные. Метро хорошо работает. Об остальных видах транспорта ничего не могу сказать. Общественный транспорт работает хорошо. Мне не нравится то, что часто бывают пробки. Нормально работает, но в городе очень много машин. И поэтому транспорту с трудом удается передвигаться. Господин Василий, мы слышали мнение наших горожан. Мы записали их по принципу случайного подвора. У нас нет амбиции, что это социологическое исследование. Но они не указывают на множество проблем относительно транспорта. И наши эксперты часто критикуют работу транспорта. Как вы оцениваете работу транспорта? Я имею ввиду общественный транспорт. Общественный транспорт является основным средством передвижения. Он дает возможность людям отказываться от частных машин и использовать муниципальный транспорт. И если он будет комфортным и своевременным, это решит, в значительной мере решит проблему. Но у нас есть проблемы технического состояния транспорта. И невооруженным глазом видно выхлопные газы автобусов черного цвета. Это говорит о том, что в моторе происходит неполное сгорание. Это отдельный вопрос, касающийся экологии. Кроме того, тормоза и покрышки. И это видно невооруженным глазом, что они в невисправном состоянии, что делает небезопасным передвижение для пассажиров. Были риски, связанные с автотранспортными происшествиями. Что касается количества, по нашим подсчетам, в городе должно быть минимум 800, а в лучшем случае тысячи автобусов. Пока нет официальной статистики, но много автобусов вышло из строя, и число автобусов понизилось до 500, и они не могут удовлетворять потоки граждан. Это вынуждает людей пользоваться личным транспортом, или перемещаться посредством такси. Сейчас говорят, что много такси ездят в городе, и это создает пробки. Но такси ездят, потому что на них существует спрос. Это сегодня одно из эффективных транспортных средств, и используя это средство, мы можем своевременно прийти к цели. Большое спасибо. Госпожа Елена, я хотел спросить, какой вид транспорта должна предложить мэрия, чтобы люди отказались от частных машин, для того, чтобы произошла разгрузка в городе. У нас много хороших примеров, которые можно рассмотреть и внедрить. Хотя в рабочих группах рассматриваются новые идеи, и появляются скептические подходы, например, относительно велосипедных дорожек. Двилевский ландшафт этому не соответствуют. Хотя, конечно, не обязательно, чтобы весь город охватил этот вид транспорта. Есть районы, где может быть развит именно этот вид транспорта. Вся Европа перемещается таким видом транспорта, каким является трамвай. Это экологически чистый и безопасный транспорт, и вместе с тем очень комфортный. Есть и другие виды транспорта. Допустим, канатная дорога. Постоянно растет город. Существует необходимость развития нескольких видов транспорта. Конечно, фрагментарно в разных частях города. Необходимо использовать успешные примеры. Большое спасибо. Интересно было бы спросить у представителя мэрии. По вашей информации, господин Георгий, насколько в мэрии города заботятся о том, чтобы развивался этот вид транспорта. Госпожа Эка говорила о велосипедных дорожках, о трамваях. Думают ли об этом в мэрии? По моей информации, об этом думают у регулирования транспортной системы, доступности и комфортности транспорта. поскольку какие-либо ограничения были бы неоправданы. Главное, чтобы общественный транспорт был бы конкурентоспособным, чтобы люди могли бы использовать городской транспорт. важное развитие велодорожек. Я согласен с госпожой Экой. Конечно, этому мешает и городской рельеф, но возможно использование велосипедов, которые будут оснащены мини-электромоторами. подобная инициатива выдвигалась несколько раз, но пока что это не удалось реализовать, но над проектом работают, чтобы город не был бы без велосипедов. что касается трамвая, этот проект тоже разрабатывался несколько лет назад. Был даже определен маршрут, но это дорогой проект, и нужны большие инвестиции. Насколько я знаю, по этому вопросу решение пока не принято. И очевидно, у трамвая не будет альтернативы. как в развитых европейских странах более активно должен быть использован электротранспорт. Как вы знаете, сеть метрополитена растет, появится новая станция метро, и это сделает метро более популярным. Также и система автобусов. Решение фактически принято. Произойдет замена автопарка. замена старых автобусов на новые. Они будут более комфортными. И в эти автобусы смогут подняться и люди с ограниченными возможностями. Было анонсировано, что в марте появятся гибридные автобусы при поддержке японской фирмы. Я не могу указать на источник финансирования, но проект будет осуществлен, появятся новые автобусы в ближайшем будущем. Вероятно, с нового года. и думаю, что это будет конкуренцией такси. И это будет одним из решений вопроса по разгрузке города. Как вы уже говорили, в соответствии с соглашением, к соглашению меров, помимо Твилиси, присоединилось еще несколько городов. До начала передачи мы посредством скайпа беседовали с мером Кутаиси, Шота Мургулия. У нас есть возможность узнать, как выполняются эти обязанности в городе. Соглашение предусматривает несколько направлений. Одно из направлений является транспорт, поскольку ситуация с транспортом сложная и транспорт более всего загрязняет атмосферу. И выхлопные газы являются ядовитыми. Кроме того, внешнее освещение по этому вопросу имеется большой проект организации зеленого покрова. Увеличение насаждений, числа насаждений в городе. мы создали регулирующие островки в городе. Помимо этого, произошло регулирование транспортного движения, приняли новые правила. Что касается маршрутных линий, мы приняли новые правила. Новый автомобиль, который соответствует евростандартам. Первое, это принятие документа посредством документа на одной спортивной базе. через месяц завершится проект. Он был составлен посредством гранта стоимостью 10 тысяч. и происходит монтировка осветительных систем. Второе, то, что на 18 маршрутных линиях улучшилось состояние самих автотранспортных средств. Было принято новое правило, оно соответствует евростандартам. Третья тема, это большой проект, касающийся внешнего освещения. речь идет о 7 миллионах. После 2014 года много тем было сдвинуто, и мы ждем результатов с целью того, чтобы в городе постепенно произошла смена транспорта и системы внешнего освещения. Госпожа Елена, как Вы уже отметили, Ваш центр является официальным сторонником соглашения меров, в чем выражается поддержка. В 2014 году мы стали официальными сторонниками соглашения меров, и наша главная забота помочь городам по выполнению обязанностей, записанных в программе устойчивого развития, посредством реализации разных проектов, также оказания технической помощи, пульта консультации или что-либо другое. Что касается вопроса соглашения меров, мы говорим о транспорте, об этом секторе, он в сравнении с такими секторами, как здание, освещение, является дорогим, поскольку необходимы большие финансы для проведения соответствующих работ, так что в сфере сектора транспорта не преуспеваем. Наша помощь выражается различными проектами и фондами посредством контактов с мерами городов и с предложением определенных мероприятий разным сектором. А города активно сотрудничают. да, они очень мотивированы. Одно это когда ты берешь обязательство, второе это как ты его сможешь реализовать. Грузия бедная страна и у городов нет большого бюджета, чтобы были бы возможны большие инфраструктурные проекты. программа соглашения меров стала одним из толчков для того, чтобы вопросы эффективности электроэнергии заинтересовались выразные финансовые организации, которые могут помочь городам посредством грантов или различных займов для осуществления инфраструктурных проектов такого типа. И мы как неправительственная организация которая занимается поиском мигрантов в рамках наших возможностей помогаем городам для выполнения взятых ими обязательств. Очень важно как будет оцениваться успех проекта. Об этом мы поговорим чуть позже. Но я хочу спросить господина Василия. Насколько я знаю неправительственные организации несколько месяцев назад подготовили план того, как Велиси должен был освободиться от пробок. Может вы можете назвать конкретные примеры что вы предложили мэрии и какой вы получили ответ. Наш план довольно объемный примерно 40 страниц. Мы детально рассмотрели в нем хотя у нас не было возможности проведения исследований рассмотрели вопросы связанные с финансами использовали экспертов интеллектуальный ресурс опирались на статистику Одна из значительных сфер является инфраструктура провели анализ проблемы того, почему в городе Пробки после 2012 года не было ни одного инфраструктурного проекта, которое способствовало разгрузке дорог, а число автомобилей повысилось на 200 тысяч. Из них 30% в Тбилиси что естественно нарушило баланс между инфраструктурой и количеством автомобилей и появились пробки. Мы говорим о других деталях, о роли патрульной полиции. Значит был возможен прогноз появления пробок. В сентябре 2013 года мы проанонсировали мы были первой организацией когда шел дождь или снег и сокращается проходимость дорог появлялись пробки хотя на это тогда никто не реагировал. В мэрии была создана комиссия но она собралась один или два раза и не было сделано никаких реальных шагов для решения проблемы. Что касается нашей стратегии мы рассмотрели все аспекты эксплуатации машин оружные знаки работу патрульной полиции которая в этой критической ситуации должна эффективно управлять что вы имеете ввиду конкретно регулирующие знаки как надо управлять ситуацией возле светофоров можно увидеть ситуацию когда патрульный полицейский неопределенная жестикуляция указывает водителю чтобы он начал движение и при этом не замечает другого водителя и возникает риск дорожного происшествия должна быть специальная жестикуляция регулирующая знаки которые будут знакомы всем водителям и также должна быть возможность управления светофорами у них нет квалификации и когда хотят разрядить ситуацию порой получаем еще худшую ситуацию также эксплуатация дистрибуционных автобусов создает пробки в связи с паркированием дистрибуционный транспорт часто паркирован на проезжей части дороги и это порой длится в течение часа значит эта линия выключена из эксплуатации и сокращается проходимость дороги в близкое мере может выделить специальное место для паркирования как это делается в случае с лицами с ограниченными возможностями или время допустим час пик это проблема и для дистрибуционных транспортных средств огромные автомобили стоят в пробках потребляют дополнительное топливо и это отражается и на экономике вы такое же предложение делали в связи с вывозом мусора да эксплуатация машин для вывоза мусора должна учитывать специфику отдельных районов города необходима была такая классификация допустим чтобы в час пик эти автомашины не перемещались когда движение без того перегружено но проблема в том что нет единой политики единого видения относительно транспорта мы видим заявление твилицкого мера которое не связано никак с разгрузкой транспорта потом видим заявление начальника благоустройства города который не должен определять транспортную политику я вас прерву на минутку у нас передача представитель мэрии и послушаем его соображения знаете ли вы что-либо об этом плане и как вы отреагируете на эту проблему не знаю какое заявление имеет ввиду господин василий оперативного решения разгрузки дорог не существует необходимо формирование стратегического подхода в этом направлении и в рамках проекта новых автобусов посредством поддержки базис банка произойдет формирование плана и он будет решать как будет как надо планировать автомобильное движение в городе возможно выделение отдельной линии для автобусов может быть использован другой подход но главное иметь стратегический подход конечно необходимы и оперативные решения но это не принесет желаемого результата когда число автомобилей постоянно растет рост автомобилей такую и в конкуренцию можно осуществить посредством общественного транспорта чтобы как-то остановить рост автомобилей сейчас мы работаем над электромобилями для поощрения электромобилей после реализации этого проекта мы будем способствовать созданию сети зарядки этих электромобилей это будет стимулом для людей чтобы они приобретали электромобили какие будут дополнительные возможности в рамках этого проекта о каких сроках идет речь насколько в короткой перспективе это решится о сроках ничего не могу сказать это серьезная проблема и ее невозможно решить на уровне одного только местного муниципалитета тут необходима связь с законодательной базой вот это наводнение машин с рулями расположенными с правой стороны это одна из перспектив того что появятся дополнительные пробки очень много таких машин в городе сегодня это превышает полномочия мера мере должна обращаться к более высокостоящим органам речь идет о власти более высокого уровня на местном уровне не справляется мере и эти решения должны приниматься наверху это государственная проблема они одна только мере машин атакуют а мы никакие стандарты создавать не можем не можем установить стандарт какие машины допустимо возить ежегодно на 10% растет число автомобилей в основном неисправных неисправных мы говорим об этом а в будущем году положение будет еще хуже хотя бы в этом согласится со мной господин Василий хотя есть какие-то меры которые может провести городская мере с тем что движение в городе было бы более эффективным и было бы меньше выхлопных газов да конечно на уровне развития общественного транспорта мере компетентно и может решать эти вопросы устройство новых паркингов но это все же краткосрочный план город просто не выдержит такого количества автомобилей тем более старых люди живущие в центральных районах надо подчеркнуть и было в ваших сюжетах об этом была речь самая большая загрязненность атмосферы в центральных районах города в результате исследований оказалось что на 10 лет сокращается продолжительность жизни людей когда они постоянно живут в загрязненной среде посредством медиасредств происходит актуализация этих проблем но почему мы не рассматриваем эти вопросы на государственном уровне необходимо начать разговор на эту тему что мы делаем с людьми когда малолетние дети болеют и именно потому что нет техосмотра и его введение перенесено на два года что касается паркинга давайте послушаем господина Василия как я понимаю вы делаете акцент на муниципальном транспорте да это один из приоритетных вопросов но мы живем в демократическом государстве и никому не можем запретить право собственности иметь свое транспортное средство функции местного самоуправления я могу имею право перемещаться личным транспортом функция мерии и местного самоуправления является обеспечение тех муниципальных сервисов которые нужны гражданам первое инфраструктура растет число автомобилей растут новые корпуса значит появляются новые люди появляются коммерческие объекты приоритетом мерии является удовлетворение требований есть такой приоритет со стороны мерии нет такого приоритета поскольку в бюджете 2015 года речь шла только об уходе и ремонте транспортных средств не было созданы новой инфраструктуры хотя бы на площади Саакадзе создание двухуровневой эстакады или на перекрестке университетской и Тамарашвили существует множество проектов готовые проекты хотя бы проект обходной железной дороги это не входит в компетенцию твилистской мерии хотя было возможно лоббирование со стороны мерии и это разгрузило бы город и много других инфраструктурных проектов и если они не осуществлятся то будущие годы будут проблемными для любой власти в чем главная проблема несколько дней назад была статья пробки убивают к сожалению это так поскольку под самым большим риском оказываются машины скорой помощи и пожарные машины и возросло число фактов когда опаздывает автомобиль скорой помощи что создает риск для здоровья и жизни людей это конечно убивает но в долгосрочной перспективе убивают людей и эти выхлопные газы вы хотели ответить в связи с паркингом да существует проект конкретный подход будет поощряться создание многоэтажных паркингов в городе и не будет поддержки существующих паркингов когда я говорил о конкуренции ничего в городе не будет запрещено конкуренция необходима для того чтобы из частного транспорта человек пересел в общественный транспорт не должно быть комфортным паркированием машин в городе и это должно стоить дорого можно использовать и другие методы и человек решит что ему лучше передвигаться общественным транспортом тем более если он будет комфортным он своевременно доедет до цели и будет отвечать всем стандартам мы можем разработать стандарты с которыми должны отвечать те или иные стандартные средства и лучше идти по пути конкуренции а не ограничения значит главный выход вы видите в развитии общественного транспорта и обещайте гражданам что в скором будущем будут результаты этого да будут урегулированные системы развитой инфраструктуры господин Василий говорил что нет крупных инфраструктурных проектов можно использовать мост допустим в большом дироме старый мост который не функционировал сложный проект квалифицировать сложно когда мы говорим что решение вопроса происходит медленно причина жалоб в том что у нас не остается времени мы не можем ждать в течение ряда лет решения вопроса если существует реальный проект то значит решение уже принято необходимо начать работу над его реализацией извините мы выбираем меры на три года если каждая власть будет думать три года и следующая власть тоже начнет с того что будет думать над проектами это будет продолжаться бесконечно видимо приоритетами не являются вопросы безопасности исходя из этого проект остановлен нет проекты продолжаются и существуют подходы которые будут укреплены должен быть разработан генеральный план и вы упомянули дистрибуционные автомобили которые останавливают посредине улицы в рамках генерального плана эти стандарты необходимо разработать если планируется открытие коммерческой организации в каком-то здании должно быть место из которого будет осуществляться снабжение этого объекта и центр улицы не будет перекрыт что касается движения машин по очистке города по ночам я не знаю графика их движения население в основном выбрасывает мусор утром и служба ориентирована на это время но население может перестроиться и выносить мусор ночью наверное это будет сложно перестроиться можно добавить мусорные урны в мире есть план использования подземных бункеров они более объемные и перемещение мусорных машин будет более редким и очистка бункеров может происходить ночью они будут герметично закрыты и никого не будет беспокоить запах у нас не остается времени что касается соглашения меров и вопросов транспорта это сенситивная сфера и охватывает много вопросов исходя из возможностей государства поэтому важно чтобы города которые взяли обязательства по решению транспортового вопроса и сократить количество С2 это конечно не решит проблему целиком мы не будем жить в совершенно чистой стерильной атмосфере но атмосфера будет лучше и соответственно улучшение инфраструктуры должна существовать более активная городская политика в целях популяризации общественного транспорта до двух осталось 4 года сможем ли мы достичь результатов сократим ли на 20% эмиссию я не могу отвечать от лица городов удастся или нет скажите нам как можно короче думаю что успеем есть у нас такая амбиция существуют ли исходные данные с чем можно сравнивать Василий когда я упомянул план действия этот план основан на плане обычного экономического развития чтобы не произошло вмешательство какова будет эмиссия тепловых газов и последствия на 25% должно произойти сокращение к 2020 если ситуация будет развиваться по обычному сценарию вот эти две вещи надо сравнить друг с другом у нас почти не осталось времени большое спасибо что были у нас в гостях в конце передачи мы хотим предложить советы нашим зрителям как они должны экономить топливо большое спасибо что вы смотрели нашу передачу следите за нашими передачами по фейсбуку и ютубе и ждем ваших отзывов на нашей веб-странице фейсбука до свидания современные транспортные средства не нуждаются в нагреве перед началом движения помимо тех случаев когда воздух внешней среды более холодный в случае использования кондиционера постарайтесь не ставить на низком уровне показатель охлаждения в этом случае значительная часть энергии уходит на эксплуатацию кондиционера и соответственно повышается уровень потребления топлива приводите автомобиль в движение постепенно постарайтесь быстро не переключать скорость и в этом случае топливо расходуется меньше при движении на спуске используйте тормоза использование тормозов также экономит расход топлива не оставляйте мотор в рабочем состоянии в течение долгого времени в течение одной минуты мотор расходует гораздо больше энергии чем необходимо спасибо лейвозавода отца дюро Продолжение следует...